привет мои дорогие у нас сегодня будет влог совершенно на релаксе совершенно такой спокойный легенький в первой части я вам покажу наш ужин сегодня к нам наш вечер можно так сказать сегодня к нам придет друг и вы его уже знаете из многих наших видео это лео это лучше друг они и он очень захотел нам приготовить сегодня ризотто поэтому будет рецепт ризотто сегодня а потом следующей части я вам покажу и немножко расскажу как я сдаю до сих пор сдаю на права здесь швейцарии и какое это просто мозга чпоканье и как это тяжело я должна ехать на машине в другой горы чтобы у меня был урок по вождению ну как бы но что делать в общем нас будет сегодня такой релакс-релакс-влог просто провести время вместе провести мне время вместе с вами и вам вместе с нами до завтра уже сниму мы идем на ужин вместе с нашими друзьями которых вы тоже уже знаете из многих влогов и мы идем на ужин вместе сами ли с яной николой я очень надеюсь что у нас получится чтобы все прошло хорошо я надеюсь что малышке ничего не будет болеть она не будет плакать бедный мой ребеночек и что мы все сможем хорошо провести время и завтра исполняется три месяца три месяца уже с нами наше чудо я очень-очень рада и а всех кто переживал хочу сказать огромное спасибо у нас колики закончились благодаря espumizan baby нам мама моя принес привезла еще в прошлый ну когда они приезжали и я боялась пользоваться не то что боялась они не хотел пользоваться мы пользовались всеми швейцарскими препаратами и германскими и ничего нам не помогало вот поэтому сейчас нам помогло мы сейчас каждый раз прием пищи даем ей espumizan baby 5 капелек и плюс еще чай с пенхелем допаиваем и слава богу ребенок спит она теперь если может поплакать это значит что она просто хочет поговорить или хочет кушать у меня просто счастье наконец-таки вот поэтому у нас наконец-таки все наладилось и слава богу я с ней не плачу вместе потому что моему ребенку плохо вот так вот ладно давайте посмотрим как у нас лео придет и будет готовить с нами мы решили остаться дома я принес фокаччу принес на одну из любимых вин кстати интересно рассказать про мои любимые вина я в этом как практически профессионал вот это вот я очень сильно люблю герман еще очень люблю у вас и а у нас когда они приходят домой у меня по нашей договоренности у меня есть два часа времени которые я провожу со своим ноутбуком в своей ванне принимая ванну делая маски расслабляясь я могу просто в комнату уйти закрыться с собаками чтобы меня просто никто не трогал на два часа потому что мне нужно чуть-чуть прочистить мозги и все равно когда ты с ребенком целый день но ты не можешь найти ну как бы находиться в полном спокойствии ты я одним глазом постоянно на нее смотрю чтобы что-то не случилось что происходит или поиграться или поговорить или просто рядом с ней попрыгать вот поэтому мне очень нужны эти два часа и я могу просто посидеть и отдохнуть очень здорово и я очень счастлива что они мне так помогают мы кстати завтра поедем на ужин вместе с Ляной и с Николой и с нашими старшими друзьями и с они родителями то есть будет такая большая компания и мы едем в Самили второй раз попробовать как же будет в ресторане вот завтра отдельно сниму видео еще на эту тему я надеюсь что все хорошо будет что мы сможем поужинать вот думаем сейчас коляску убрать или что как вообще люди в рестораны ходят с детками они в коляске лежат которые еще не сидят данная в aren't perfect она не слишком маленькая она не слишком маленькая она очень маленькая она не сильно любит она не любит она не любится она никогда не любит она не любит Добавил субтитры DimaTorzok 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 Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok У нас просто у Пушкина вот это вот место и он здесь всегда что-то прячет и если Пушкин оттуда выходит торсо постоянно чтобы что-то украсть да что-то уже все свое снял это очень важно Это разные. Один пармезан и второй? И второй граммадан. Да, и второй пармезан. Один пармезан и второй граммадан. Попробуем. Попробуем. Да, и второй пармезан. Продолжение следует... Это, кстати, очень популярная смесь с перцем. Какая она? Далее! Один, да. Вау, вау, вау! 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 Перфекционно приготовлено. Да, я думаю. И еще есть хорошие продукты. Эти карчатки. Более. Когда я себе не докладываю, сейчас еще положу себе чуть-чуть. Выплетает. Ни разу не пробовала такой перец. Энкабермет. Взял. Это не холодно. Да, не холодно. Угу. А что это? Ты едешь без капелли? Да? Да, хорошо. А что ли? А что ли? Угу. 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 Вот такой вот у нас сегодня десерт. Угу. Мне называется Вини. Свежачок. А не, я сегодня принялся вечером. Угу. 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 еще темно у нас пушистых поп нужно выводить тоже и холодно и так у нас обычно не готовить завтрак гуляет собаками но сегодня так не нужно уезжать рано 628 то я сейчас готовлю завтрак уже покулялась мелкими и сейчас поеду привет мои дорогие друзья доброе утро сегодня решила другой блок на расслабоне немножко поснимать и смонтировать в телефоне сейчас на 7 почти 8 утра я еду на мой урок по вождению это такая странная ситуация когда ты едешь на свой урок по вождению на машине в другой город паркуешься там на железнодорожной станции едешь учиться как водить вам так не кажется вот на самом деле помните у меня еще тогда эпопия с вождением началась но мне поставили экзамен когда у меня уже были роды на носу и сдавать экзамен на 9 месяц беременности это было как-то проблематично мы поэтому попросили и нам перенесли вот на сейчас потом у меня были некоторые конфликты с предыдущим учителем точнее учительницей к сожалению здесь еще очень многие предвзято относятся вы знаете что если русская замужем то все сразу на тебя будут коситься как-то неправильно и как-то воспринимать с поездки серия понаехали вот тут вот не сложилось у нас не поэтому сейчас у меня учитель мужчина очень хороший и он говорит что я умничка все у меня замечательно почему мне как ситуация здесь этими правами в первый официальный год вашей жизни в швейцарии вам нужно перестать ваши права если вы этого не сделаете то нужно проходить заново и теорию и практику и платить очень очень много и получается у меня же сначала я жила по так подожди куда ты подъехал я сначала жила по итальянской визе но виде нажительства когда только сюда переехала у меня еще оставалось итальянский вид на жительство я поэтому жила по нему и только когда мы уже готовились к браку тогда у меня появился швейцарский вид на жительство и вот 2018 году получается и мне нужно было подтверждать сдавать на права ну вот мы с этими с беременностью немножко затянули и все вот не очень не хочется сдавать только одна попытка с этим экзаменом сейчас очень не хочется мне ее потерять потому что чтобы пройти все заново и теорию практику там нужно платить 1004 я точно не помню и это огромное мозгачпование это очень трудно и на итальянском но все проблематично поэтому конечно же не хочется хочется сейчас сразу же создать и все но есть большие отличия от ой кого-то сбили есть большие отличия от того отправил в швейцарии и в россии в россии нету таких узелских маленьких кругов которые нафиг никому не нужны а здесь они повсюду и так как маленькие города эти вот улочки приватные которые улочки и улочки ваш короче из-за того что эти города маленькие здесь проблематично знаете вы не заметите там какую-то улицу которая из частного дома выходит у вас уже все экзамен не сдал поэтому мне нужно ездить и все все эти соседние городки нужно мне объездить вот что еще стоит стоимость получается за один урок я сейчас еду на два часа каждый час 50 минут стоит 80 долларов в час то есть я сейчас за два часа заплачу сто шестьдесят долларов учителю экзамен у меня в конце марта и я надеюсь что все получится я сегодня встала в пять утра точнее меня разбудила амели она у нас иногда спит хорошо иногда спит то есть она может вообще заснуть в 10 часов или в одиннадцать и проснуться в 7 утра идеальный тонок для там три месяца и скоро будет иногда она прям просыпается каждые четыре часа нервничая вот сегодня она проснулась опять и в час и в пять вот по такой дорожке я еду в соседний город мне примерно 40 минут ездать от нашего дома до вот другого города станции сейчас нужно остановить водички взять и денежку снять все я отводила я отмучилась два часа сейчас еще дорога домой если честно мне это безумно раздражает вот это вот то что нужно что делать потому что ну когда вы уже водите много лет и потом на эти правила опять там знаете как смотрите какие городки у нас тут в горах у меня всегда такое ощущение когда я на них смотрю что кто-то их просто домики эти рассыпал сверху по горам и куда на какие склоны они упали там они и остались видите какие хорошенькие вот с таким пейзажем мы и ездим ну красота же красота все уже к дому почти приезжаем где мы вот вот